Голодающий рак Увлекательное недавнее исследование предполагает, что диетическое потребление, уменьшенное в одной единственной аминокислоте – метеонине, уменьшает рост колоректальных опухолей и улучшает их реакцию на противораковые методы лечения. Фундаментальной характеристикой раковых клеток является их способность расти бесконечно. Этот неконтролируемый рост требует постоянного потребления энергии, именно по этой причине раковые клетки имеют метаболизм, отличный от метаболизма нормальных клеток. Таким образом, теоретически должно быть возможно предотвратить или, по крайней мере, воспрепятствовать росту рака путем лишения раковых клеток питательных веществ, необходимых для их нормального метаболизма. Подход, известный как метаболическая терапия. Случай с сахаром Когда мы рассматриваем метаболизм рака, мы сразу же думаем о сахаре. Ведь нельзя отрицать, что раковые клетки демонстрируют метаболизм сахара, который явно ускорен по сравнению с тем, что наблюдается в нормальных клетках. Известно как эффект Варбурга. При определенных, очень специфических обстоятельствах было показано, что ограничение в сахаре эффективно улучшает ответную реакцию на определенные классы противоопухолевых веществ. PI3K ингибиторы Вопрос об аминокислотах. За последние несколько лет некоторые исследования показали, что отсутствие определенных аминокислот, предшественников белков, в рационе, например глицина, серина, метионина или даже аспарагина, может повлиять на рост многих видов рака. Один из наиболее интересных примеров – это метионин, аминокислота, содержащая атом серы, который играет несколько фундаментальных ролей в контроле метаболизма и в синтезе компонентов ДНК. Эта важность может быть также подмечена тем фактом, что некоторые передовые противоопухолевые методы лечения, такие как 5-фторурацил, 5-ФУ или даже лучевая терапия производят свои эффекты, нацеливаясь на метаболические пути, включающие метионин, предполагая, что недостаток этой аминокислоты может нарушить рост опухолей, делает их более восприимчивыми к противоопухолевым препаратам. Нормальные клетки сами по себе обладают способностью перерабатывать метионин и поэтому менее чувствительны к снижению его в диетическом питании. Пока еще слишком рано говорить о том, может ли это ограничение в поставках метионина улучшить терапевтический ответ на рак, но предварительные результаты обнадеживают. В пилотном исследовании, проведенном параллельно на здоровых мужчинах, авторы показали, что уменьшение содержания метионина в пище не вызывает каких-либо заметных вторичных эффектов. Интересно также отметить, что вполне возможно достичь этих низких уровней метионина, приняв диету, состоящую в основном из продуктов растительного происхождения. Это объясняется тем, что метионин в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты, в то время как фрукты, овощи и бобовые содержат гораздо меньше метионина. По этой теме еще предстоит проделать большую работу, но эти результаты позволяют нам предвидеть, что в среднесрочной перспективе можно будет рекомендовать людям, проходящим лечение от рака, придерживаться определенных диет, специально разработанных для максимального терапевтического эффекта и повышения вероятности их выживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова icht rí